Здравствуйте! Тема у нас такая достаточно интересная и социальная, она коснется всех, всех жителей нашего города. Не так давно вы были в городе Бишкек, где участвовали на тренинге от Интерньюса и выиграли грант. Да. Расскажите о нем. Ну, это действительно получается социальный проект, который важен даже не столько нам, а сколько пользователям нашего сайта. И, возможно, даже не пользователям нашего сайта, возможно, когда проект будет готов и запущен, это будет как приложение к сайту. И поэтому, конечно, это плохо, что можно не читать наш сайт и заходить на этот проект, но, увы, это можно сделать. И, наверное, к счастью, это можно сделать для тех, кто принципиально не читает новости в интернете. В общем-то, проект такой, проект называется «Непризрачный полицейский». Мы говорили об участковых, и сейчас ведется, кстати, такая активная работа, участковые знакомятся с населением. Вот недавно проходило опять оперативно-профилактическое у них называется мероприятие «Участок», когда участковые инспекторы подворные обходы делали, в общем, знакомились с людьми. Однако же, как показывает даже вот беглый вот такой вот поверхностный опрос, очень много горожан просто-напросто не знают своего участкового. Ну, и дай бог, конечно, и пусть и не узнают никогда, но, однако, действительно, своего участкового надо знать лицо. И вот этот проект как раз-таки и нацелен на то, чтобы познакомиться с участковым, причем вот запомнить, как он выглядит. В лицо, так сказать. Да, в лицо. Это карта, интерактивная карта Шемкента, на которой будут располагаться все опорные пункты города. У нас их 68, а также все участковые. То есть контакты всех участковых инспекторов, у нас их 372 человека в городе. Причем их катастрофически не хватает. Я понимаю, что на почти 900 тысяч официального населения в городе, да, у нас 372 участковых инспектора. Это, конечно, смешно. Однако же они делают реальную работу. Вот, и мне кажется, что с помощью этой интерактивной карты можно будет реально даже проверить, кто из участковых работает, кто не работает. Принцип работы интерактивной карты, принцип работы этого проекта будет такой. То есть любой пользователь заходит на проект, выбирает один из четырех районов, то есть район собственного проживания, да, Абайский, Альфа-Рабийский, Инбешинский, Каратауский. Перед ним карта, и выпадает окошечко. В этом окошечке человек должен просто набрать свою улицу и номер дома. Вот и все. И ему в ответ карта выдает, во-первых, точный адрес и место расположения опорного пункта, и даже как он выглядит, этот опорный пункт. Карта ему выдает фотографию старшего участкового, все его контакты, то есть это рабочий телефон, стационарный. Если он есть в опорном пункте, это все его рабочие и сотовые телефоны, а также телефоны всех помощников участковых. В этой интерактивной карте, в этом проекте предусмотрена даже ротация участковых. То есть если они будут меняться, они будут меняться и на карте. То есть это карта, которая будет работать ни месяц, ни два, ни три. Мы предполагаем, что это будет как бы постоянное такое вот обновление. Отслеживание. Отслеживание, обновление. Плюс каждый пользователь интернета может оценить работу участкового. То есть будет определенный рейтинг. Я думаю, что это будет 5 звезд. Тем более, им сам Бог велел полицейским. И как работает участковый, будет видно просто по звездам от 1 до 5. Мы предполагаем, сейчас ведется работа уже с разработчиками самого вот этого, самой платформы. И мы предполагаем, что все-таки можно будет оставить благодарность участковому или наоборот, как бы на участкового пожаловаться. Работать мы будем совместно с местной полицейской службой Шумкента. Так что обратная связь у нас, в общем-то, будет всегда. То есть у руководства местной полицейской службы тоже будет доступ, внутренний доступ к этому проекту, чтобы они всегда могли наглядно увидеть, сколько человек посещало проект, сколько человек смотрело карту, сколько человек оставило отзывы о том или ином участковом. А также какие отзывы, хорошие или плохие. Мы хотим сделать двухсторонний контроль. С одной стороны, это жители города, с другой стороны, руководство местной полицейской службы города. Здорово. То есть такой вот прессинг будет у участковых и с той, и с другой стороны. Но с другой стороны, это большой стимул выполнять свои обязанности хорошо. Конечно, конечно. Я так думаю, что эта стимула как раз-таки выполняет свои обязанности очень хорошо. Потому что все-таки потихоньку, потихоньку вот это вот ломается, такая вот система ничего не делания, система просиживания полицейским, участковым полицейским, просиживания своего рабочего времени в своем опорном пункте. На каком этапе сейчас реализация проекта? Сейчас реализация проекта, в общем-то, на этапе заполнения платформы. Потому что уже готовы технические условия, уже готовые фотографии. Мы сделали такой солидный фотосет участковых полицейских. Они собрались все вот в городском отделе местной полицейской службы. Это было, конечно, зрелище не для слабонервных, да? Потому что огромное количество полицейских, как будто бы по тревоге, собрались все. И мы делали фотографии около памятника дяди Сереже. Вернемся к самому конкурсу, да, к тренингу. Немало было конкурентов у вас там. И вот как удалось все-таки выиграть грант? Ну, было, принимали участие в гранте, в попытке выиграть грант, получается, в конкурсе. В этом порядка 30 человек, а грантов, по-моему, было всего 5. Это были мини-гранты, поэтому о том, что они будут разыграны, не сообщалось заранее. Но кому-то сообщалось, кстати, вот удивительно. Ну, кто-то, может, сам узнал. И получается, что для меня и для большинства из конкурсантов, в общем-то, это было полной неожиданностью. И вот сейчас, по прошествии какого-то определенного количества времени, я стала понимать, почему. Потому что, когда я выиграла этот грант, я ломала себе голову, почему я. Почему я были проекты, на мой взгляд, намного лучше, намного эффектнее. И вот я говорю, по прошествии определенного времени, вдруг я поняла, что для того, чтобы выиграть грант, не нужно изобретать велосипед. Это же гранты для журналистов, это были гранты для сайтов, это были гранты для телевизионщиков. По-моему, от нас и ждали упрощения, наоборот, упрощения какой-то большой и глобальной задачи. То есть, сколько ресурсов нужно задействовать без, например, моего проекта, чтобы познакомить всех жителей Шымкента с полицейскими. Это сколько времени уйдет, вот такое тет-а-тет знакомство. Сколько времени, сколько сил и сколько средств уйдет. И, в общем, большую проблему знакомства участковых полицейских жителей города мы просто упростили. Это, конечно, была бессонная ночь, это были консультации как с сотрудниками интерньюса, моими тренерами, так и с нашими, и с Валентином Куприянным, и весь вечер на телефоне, и с Вячеславом Шварцем, потому что он как бы мой непосредственный куратор на сайте. В общем, все это придумывалось, и вот всем спасибо, что помогли, вот эти игры помогли упростить задачу. Когда запустят этот проект у нас на сайте, когда уже горожане смогут зайти и познакомиться со своими участковыми. Если я скажу, что до конца года осталось немного времени, и до конца года мы все-таки проект этот запустим, тебя это устроит? Да, устроит. Все, ждем тогда с терпением. И, конечно, будет запущен до конца 2016 года. Спасибо вам за такую интересную познавательную беседу. У меня для вас небольшой презент на память о нашей встрече. Две? Два презента. Это напитки от компании «Визит» и замечательная газета «Рабат». Вам удачи, всего-всего самого наилучшего. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...